МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители пытаются добиться качественных коммунальных услуг. В эфире дежурный по городу. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проспект Кирова, 90-Б. Жители нескольких квартир первого этажа жалуются на недостаточное отопление. Первый этаж, седьмая, девятая, одиннадцатая квартира. Что? Совсем не топится батарея. На улице все на улице. Вон на руки обморочены. Вот водер ходим зимние. Нетерпим. Обои инвалиды. Мы живем здесь 50 лет. Каждый год было жарко. Сливали сверху. Мы форточки открывали на кухню. Вообще не закрывалось. У нас одно стекло там даже быстро было. А здесь тоже открывали. А в этом году тоже открывали. Заклеили. И толку-то какое. 50 лет мы прожили. У нас такого бардака никогда не было. Всегда живо было. Аска была. Позовешь, пригласишь их к свесаре. Они запустят. Потом приходят через неделю, сливают с чердака. И мы дышали. Дышали. А этот год вот мы вообще. Вот еще трассу эту прокопали. Мы вообще стали замерзать. Что тут? Или тут накрутили. Или эти не хотят. Шердака-то не спускать. Мы их просим. Вы попробуйте. Спустите шердака нам в воду. Может быть, прогреется батарея. Но нельзя. Я вот говорю, я раздеться даже не могу. Холст страшный. За 50 лет нас такого никогда не было. И учитывая то, что я являлся 10 лет замдиректором куйбышевских тепловых сетей, понятия имею, но эти люди, они просто невменяемые и не понимают, что надо делать. Хамс заключается в том, чтобы они пришли, составить должны были акт о состоянии. Они даже не подошли, чтобы батареи холодные. Стал сегодня говорить инженеру, я не отвечаю за тепло. Эта компания, пусть она и занимается. Мы не занимаемся. Вот и все. Весь вопрос. Скажите, что компания тебе ответит. А у компании говорят, пишите заявление. В течение месяца мы вам дадим ответ. Вот у меня есть заявление. Это к моим месяцам. Мне не нужно тепла быть. Я на улице буду греть. Улица Молодежная, 8. Проблему с холодным водоснабжением в многоэтажке коммунальщики наконец решили. У нас в течение пяти месяцев не было на кухне по кухонному стояку холодной воды. Ежедневно звонили уже, результатов никаких. Потом вторично вызвал съемочную группу и пошел сдвиг. Начали опрос по согласию с заменой стояка. Большинство согласилось. Заменили стояки. И холодную, и горячую. Все, вода у нас появилась. Благодаря вашей телекомпании, вашей студии. Большое спасибо. В 16 этажей. Ну да, в 16 этажей первые и последние жилые. В 16 этажей не было по всем этажам. По нашему стояку не было воды. И сверху, или 13, или 14 этаж, тоже хлопотали, ходили, писали, звонили. Результат никакого. Дважды вызывал от вас. Вы приезжали дважды. Вот после второго приезда что-то начало шевелиться. Ну и в конечном итоге, в течение трех-четырех дней, заменили стояки. Не само жил заменял, а подрядная организация. Ну, в принципе, все. Трубы были горячие. Труба была чистая, а холодная была полностью забита. Полностью. Просвета не было. Труб поставили оцинковку. В принципе, здесь сделали хорошо. Есть издержки, но это... Спалили потолок, но это все. Все, так сказать, поправим. Это издержки производства. В первый день мы сразу стирку. Машинка работает на напор полной воды. И холодной, и горячей. Полное давление. Ну, у кого-то какие-то проблемы по жилью, я если не отвечаю, там управляющая компания не реагирует. Я бы советовал обращаться. Дежурный по городу. Есть такая передача на скате. Я бы советовал обращаться. Люди действительно помогают. Коммунальные службы не реагируют на ваши жалобы. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...